Еще раз здравствуйте, еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, позвольте вас искренне поблагодарить за ваше время, за то, что уделяете и смотрите нас, слушаете, за ваш интерес в наших двух прекрасных отелях Four Points by Sheraton и Sheraton Sharjavich Resort and Spa. Эти два прекрасных отеля расположены в культурной столице сердца Объединенных Арабских Эмиратов в Шарджи. Сегодня мы с вами будем разговаривать в первую очередь о нашем новом отеле, так как многие из гостей, которые за рубежом, еще мало об этом знают, то, что отель открылся в феврале месяце и уже функционирует полностью и встречает гостей. Сам отель расположен в самом сердце Шарджи, так как я сказал бы, это в культурной столице Объединенных Арабских Эмиратов. Почему его называют культурной столицей? Потому что Шарджа – это тот Эмират, где сохранилась большая часть достояния культуры в целом Арабских Эмиратов. Это один из единственных Эмиратов, где до сих пор еще царит сухой закон, то есть не разрешается потребление спиртных алкогольных напитков. И курение кальяна, ну или как мы называем его, шиша в разных местах. Это вот как раз-таки в Шарджи данных развлечений нет. Но, тем не менее, это взаимозаменяемо с достопримечательностями, которые предоставлены в данном Эмирате и можно будет посетить. Это прежде всего известный рынок золотых украшений и самый большой, достаточно сказать, в целом в Объединенных Арабских Эмиратах – это золотой рынок Golden Soup, либо его по-другому называют. Но у нас в странах, среди стран СНГ его называют паровозиком. Паровозик, почему? Потому что рынок сам по себе очень красиво сооружен, такой сногсшибательный дизайн, и он чем-то напоминает нам паровоз, который мы привыкли все видеть. Наш отель как раз-таки находится о двух минутах ходьбы от этого золотого рынка в центре самом города Шарджа. Отель предоставляет собой 225 номеров, расположенные на 33 этажах, в одном из зданий, которое называется «Альморзуки Тауэрс». Остальные три здания – это два здания – бизнес-центр, и одно здание – это резиденция, частные владения для гостей, которые приобретают квартиру и живут там. У отеля отдельный вход, отдельный выход. Из этих 225 номеров у нас идут разные категории. Основная категория – это номера «Классик». Вот презентацию можете посмотреть, где он расположен, и прочитать. Основная категория номеров – это номера категории «Классик». «Классик» можно сказать, что это самая стандартная базовая категория. Дальше идут номера «Классик» with balcony, то есть номера с балконом. Дальше идет категория «Угловой номер», «Former Room» называется. Данная категория состоит из 35-45 квадратных метров. В зависимости от расположения на этажах, квадратура чуть-чуть меняется. Из угловых номеров очень прекрасный вид как на город, так и на речку, которая проходит через шарджу и разделяет шарджу между Дубаем. Также помимо золотого рынка, вот здесь презентации нам подсказывают, что бухельра «Курниш» – это набережная, где можно будет прогуливаться в бархатный сезон. Это у нас начинается с октября месяца по апрель в Объединенных Рамках Эмирата, когда не так шарко, ну и в принципе не так и холодно. Золотая середина, когда вечером можно прогуляться в 20-25 градусах тепла. В то время, когда среди стран СНГ уже начинаются осенние заморозки, ну и зимушка-зима. Самые ближайшие достопримечательности указаны тоже здесь в презентации. Это в нашем случае, что немаловажно, расстояние от международных аэропортов, которые находятся в Объединенных Рамках Эмиратов. Первый – это международный аэропорт «Шарджа», 16 километров, 25 минут езды. Международный аэропорт «Дубай», тоже самое, 16 километров, 20 минут езды. Набережная «Аль-Маджаз», 4 километра, которая находится, 7 минут. Можно будет лишь о чем-нибудь пройтись. Центральный рынок, 55 километров, 8 километров, 10 минут. И сам отель «Шарджа» находится в 15 минутах от данного отеля. И аквариум «Шарджа» находится тоже в 6 километрах от отеля, 10 минут езды. «Дубай-Молл», «Бурдж-Халифа», всеми известные достопримечательные значениями Саратовских Эмиратов, находится в 27 километрах, 30 минут езды. И остров «Пальма» Джумейра находится в 45 километрах, 40 минут езды. Данные достопримечательности очень недалеко расположены, и отель предоставляет специальные автобусы для того, чтобы посетить прелесть всех достопримечательностей, которые расположены во Великобритании. Здесь есть небольшие фотографии номеров, тоже можете посмотреть. Вот как раз-таки один из видов из окна – это вид с углового номера. Как вы видите, панорамные окна, очень красивый вид, особенно вечером, прям завораживающий. В целом, ключевые особенности отелей Four Points by Sheraton и Sheraton Sharjabes Resort & Spa, так как мы все знаем, гости, которые приходят в объединенных эмираты, в основном приходят для отдыха. И для них очень важно, чтобы отель был достаточно комфортабельным, чтобы кровать, мебель, еда, которую предоставляет отель, был хорошего качества. Как раз-таки отель Four Points, он в силу того, что открылся всего лишь 8 месяцев назад, достаточно новый, и по всему миру в целом в Four Points и сам Sheraton как бренд славится тем, что здесь очень комфортабельные матрасы. То есть мы специально заказываем у немецких производителей, и у нас исключительное право и патент на данный вид матраса, который они не могут предоставлять для других отелей. И только Sheraton и только Four Points могут заказывать данную категорию матрасов. Поэтому ваши гости, которые пребывают в наших отелях, достаточно очень хорошо высыпаются и очень удобно располагаются. И, в принципе, я не раз уже услышал комментарии от гостей, когда они хвалили действительно нашу кровать. И даже был один раз комментарий от авиалиний, которые останавливались у нас, так как вы знаете, люди, которые работают в авиалиниях, очень много путешествуют, и у них мало времени на отдых, и им очень важно, чтобы кровать была комфортабельная. И есть категория авиалиний, которая предпочитает сотрудничество только с отелями Sheraton по всему миру. И в целом, что Sheraton, что Four Points, она входит в гигантскую компанию Merit International, которая владеет и управляет 7000 отелями в 128 странах мира. То есть представляете себе, 7000 отелей по всему миру. Это колоссальный объем, и, как вам известно, ну или тем, кто неизвестно, хочу обратить ваше внимание, в 2016 году было большое слияние двух мировых брендов, как Starwood International и Merit International. И сейчас те отели, которые раньше были в сети Starwood Models & Resorts, сейчас находятся под Merit International. Как раз такие Four Points, by Sheraton и Sheraton, как бренд в целом, были раньше под эгидой Starwood. Но сейчас это все одна большая компания Merit International. И хотелось бы отметить, будучи сетью данной прекрасной компании, как Merit International, у нас есть специальная программа лояльности, которую мы недавно объединили среди всех этих 7000 отелей, и она называется Merit Bon Boy. Все это произошло от слова Bon Voyage. И эти участники данного отеля, данной программы Merit Bon Boy получают очень много колоссальных бонусов и накапливают баллы. И эти баллы можно обменивать как на бесплатное проживание в других сетях Merit International или на авиалинии, то есть Air Miles. Данный список авиалиний вы можете посмотреть в любое время, набрать Google Merit Bon Boy, и там у нас указаны, есть очень много международных авиалиний, и если не ошибаюсь, аэрофлот тоже есть в этом списке. Поэтому если среди вас есть гости, которые часто летают, вы можете тоже открыть в одном из сетей отелей Merit International программу Merit Bon Boy и накапливать уже баллы. И потом их обменивать на бесплатные полеты либо на бесплатное проживание. Но стоит отметить, что выбор дается только в начале. То есть человек, который регистрируется в программу лояльности Merit Bon Boy, изначально выбирает, то ли он хочет накапливать баллы от проживания в отеле, или он хочет накапливать баллы от перелета. То есть не от перелета, а от баллы тратить на перелеты или баллы тратить на проживание, если быть точным. Вот. Поэтому это нужно заранее самому решить, что я хочу использовать и для чего это мне надо. Дальше. Что в целом происходит в Шарже? В Шарже это, опять-таки, культурная столица. И здесь основные такие события, которые происходят в течение года, это Shopping Festival. Все мы прекрасно знаем, что Дубай и в целом Эмираты и Шаржу не зря называют одной из привлекательных страны для того, чтобы закупать новые вещи. И Shopping Festival ежегодно проходит в августе месяце. Начинается с 1 августа по 10, по 15 августа, где на все бренды предоставляется скидка от 50 до 80%. Также в этом году у нас будет чемпионат по скоростным лодкам. World Championship Speed Boat Race в декабре от 18 по 21. В случае, если есть любители такого шоу, кто хочет посмотреть, как гоняют на лодках, можете отправлять ваших гостей, ну, либо сами приезжать и посмотреть на этот прекрасный шоу. Как раз таки оно будет располагаться недалеко от отеля 4.5 в Шарятан. Также есть парк развлечений, парк Аль-Мунтаза. Остров легенды называется. Там есть у нас очень много разных шоу, где вы можете посмотреть и покататься на разных аттракционах. Своего рода Диснейленд, можно сказать, только в арабском колорите. И есть специальные бонусные программы с отелем 4Points и 4Points by Sheraton и между парком Аль-Мунтазах есть специальные условия. Во время чекина вам об этом всем оповестят, и вы можете пользоваться скидочными талонами в данном парке. Так, давайте возвращаться в саму гостиницу. Здесь вот презентация, вы можете посмотреть из разных ракурсов от отеля 4Points by Sheraton. Ресторан. В отеле есть два ресторана. Один из них обслуживает гостей целый день, то есть all-day dining ресторан, ресторан Ясмина. Там кухня более международная, и средиземноморская кухня сервируется для гостей. Также есть местный колорит арабской кухни. То есть сочетание всех этих традиционных блюд разукрашивает ресторан Ясмина еще больше, и гости, которые пребывают в отеле 4Points by Sheraton, просто в восторге от услуг, от качества еды, которое предоставляется гостям. В формат обслуживания гостей идет международный шведский стол. То, что, опять-таки, является большим плюсом для гостей, которые приезжают с семьями, чтобы дети могли выбрать из большого количества еды и покушать то, что они любят. Также есть услуги детского питания. Идет за дополнительную оплату. Можно будет, конечно, в форум поговорить и на месте спросить. Еще второй ресторан – ресторан Чики Чан. Ресторан азиатский Fusion. Здесь в основном сервируется паназиатская кухня. Есть некоторые блюда из Таиланда, есть некоторые блюда из Китая, некоторые блюда из Индии. То есть, в целом, для любителей острых ощущений советуем этот ресторан. Почему Чики Чан? Решили назвать его смешно. Ну и, конечно же, всеми известный голливудский актер, который славится своими трюками, смешными историями и комедиями. Джеки Чан. Вот в честь него назвали данный ресторан. Ну и немножко под названием поработали, чтобы это было смешно слышать. Этот ресторан функционирует только на вечернее время, и гости здесь могут поужинать. Для гостей, которые торопятся с утра на встречу либо в течение дня хотят взбодриться бодрящим кофе, есть лайбрери-кафе, где они могут приобрести изысканную кофе и попить, побеседовать с друзьями, либо семьей, либо самому уединиться просто с мыслями, как говорится, и вздохнуть на аромат свежесваренного кофе. Данный кофе функционирует с 7 утра до 12 ночи, и гости, которые пребывают вечерним рейсом, иногда тоже подходят к данной кофейне и заказывают выпечку, либо сэндвич, в случае, если они проголодались, ну, или, конечно же, взбодриться горячим напитком, чай или кофе. Также, так как отель расположен в центре города, он больше предназначен для бизнес-встреч, и здесь очень много конференц-залов для тренингов, для мероприятий совета директоров, для каких-то отчетных мероприятий, и по отелю 460 квадратных метров есть конференц-залов. То есть, если у вас какая-то программа либо компания запрашивает проведение мероприятий за рубежом плюс отдых, то есть в данном случае отель Four Points by Sheraton как раз-таки предназначен для таких событий. И вы можете постоянно, и вы можете принимать во внимание, что в данном отеле очень удобно будет провести очень важные деловые встречи, ну и, конечно же, вечером отдохнуть на пляже либо на бассейне, в который тоже входит стоимость, приехав в сам отель Sheraton Shard обе Сиротен СПА, о котором мы с вами посмотрим чуть попозже и расскажем. Здесь в презентации есть схема конференц-залов, квадратура, которую вы можете тоже посмотреть, отдых в отеле, спорт и развлечение. В отеле есть свой открытый бассейн, который расположен на 28 этаже, он работает с 7 утра до 8 вечера, и также есть тренажерный зал отдельно для мужчин и отдельно для женщин, который функционирует 24 часа в сутки, что является правилом всех международных отелей для доставления данной услуги. Также есть детский бассейн для наших малышей, и тех, кто приезжает с семьями и располагаются в данном отеле, могут уже наставиться. Помимо этого, также в отеле находится еще детская игровая комната. Фотографий, к сожалению, в презентации нет, но в случае, если вы свяжете со мной, я вам отдельно могу выслать данную фотографию, так как презентация была сделана пару месяцев назад в детскую игровую комнату мы открыли только недавно. Поэтому имеется в виду фотографии тренажерного зала, и дальше идет фотографии в самом целом отеля и вида из отеля на Emirates. Вы также можете посмотреть отзывы гостей, которые оставляли об этом отеле. Они очень высокие. Даже Booking.com, TripAdvisor сегодня я видел. Мы были... Рейтинг был 9 из 10. Он говорит, отель в очень хорошем состоянии. И, в принципе, для тех гостей, кто первый раз слышит об этом отеле, он достаточно такой удобный формат отеля для отдыха. Я вкратце расскажу о себе. Я вообще приехал месяц назад в Объединенные Арабские Эмираты. Это первый мой отель в данном регионе. И поэтому немножко такой потерянный, можно сказать. И буду с вами откровенен. И рассказываю немножко с паузой. И работаю я в отеле уже 10 лет в целом отельном бизнесе. И вот прибыл в Эмираты месяц назад. И вот. Для тех гостей, кто прибывает в Эмираты, хотят попробовать исследовать в целом страну, но также хотят отдохнуть на пляже, порт-поинт самый оптимальный вариант. Скажу почему. Первое. Это очень выгодный тариф в данном модели, так как он 4 звезды. Тариф на него не очень высокий. Во-вторых, он расположен в самом центре города Эмирата Шарджа. И расстояние на другие Эмираты и на другие достопримечательности в принципе недалеко. И на такси люди особо нет. Много не тратится. Чем сравнивать с другими Эмиратами и расположение других отелей. В-третьих, есть бесплатный шаттл-ваз, автобус, который отправляет гостей, кто проживает в отеле 4 Points на приватный пляж отеля Шеретон и на его услуги и спа-процедур, бассейна, ну и самого пляжа. То есть все в одном. Даже если, несмотря на то, что отель находится в центре города, у него есть доступ на пляж и на открытый огромный бассейн другого отеля. И также по услугам питания. В случае, если гости заказали питание, ужин или обед в отеле 4 Points, они могут доплатить незначительную сумму и уже остаться на ужин в отеле Шеретон Шарджа Бич Резорт и СПА. Шеретон Шарджа Бич Резорт и СПА. Об этом отеле можно говорить неустанно и неустанно. Когда я в целом получил работу от этого отеля, я сначала, конечно же, посмотрел через Booking Book Home и через все возможные сети и фотографии отеля. И они, не поверите, меня очень сильно впечатлили, потому что этот отель для Шарджи он, наверное, один из самых красивейших зданий, которые расположены в этом Эмирате. То есть со стороны он кажется произведением искусства. Песочный такой огромный замок, который сочетается с местным пейзажем и расположен прямо на берегу, на первой береговой линии и с лазурной чистой водой. И вообще просто пелесть. И вот, когда я начал изучать, смотреть, когда открылся отель, отзывы читать, в принципе, впечатлился. И принял предложение от этого отеля и приехал сюда. Хотя мне все говорили, что ты тут делаешь, зачем тебе ехать в Шарджу, такой молодой, там делать нечего, невозможно пить, курить. Я говорю, нет, мне понравился отель, и я приехал, я уже поехал. Когда приехал, понял, что принял очень хорошее решение и в целом ожидание и реальность, как обычно бывает, разного формата, но в этот раз оно прям сложилось, как и ожидалось, так и в реальности, оказывается. Итак, отель Шаретеншар Джабич Резорт и Спа, он открылся 11 ноября 2015 года, уже будет скоро 4 года, как существует, и за это время, поверьте, с наплывом туристов, которые были, отель в очень хорошем состоянии, несмотря на то, и мы уже даже успели отреставрировать два этажа, и потихоньку начинаем другие номера и другие этажи, тоже реставрацию проводить, чтобы они были в свежем, хорошем состоянии для нового потока, для нового сезона 2019 года. Почему горе нового потока? Сами знаете, что в Объединенных Равсимиратах температура воздуха снижается, начиная только с середины октября, с конца октября, ну и, конечно же, наплыв туристов увеличивается в это время, так как у нас если наступает холода, а здесь как раз-таки наступает вархотный сезон. В отеле Шаретен Шаджа Битт Резорт и СПА 349 номеров, из них основная категория это номера Делюкс, дальше идет номера Делюкс с балконом, дальше идут номера Супериор, дальше идут номера Супериор с балконом, то есть уже четыре категории, квадратурой этих номеров не отличается, единственная разница, что они все от 35-ти до 42-х квадратных метров, в зависимости от расположения опять-таки отеля. Номера отличаются тем, что если в первой базовой категории нет балкона, во второй категории есть балкон, третья категория уже с видом на море, первая категория с видом на город, и четвертая категория это с видом на море, и плюс еще с балконом, для семи, для людей, которые пребывают отдых более чем на 10 дней, балкон, балкон, конечно, самая очень нужная часть номерного фонда, так как нужно посерить какие-то вещи, даже элементарно купальники и шорты высушить на улице вынести и это уже большой такой плюс и удобно для таких вот жизненных необходимых моментов. Дальше идут экзек, дальше идет к лапру, что включает посещение кубного лаунча, который расположен на 5 этаже, сейчас я вам далее подробно расскажу об этом дополнительном об этой дополнительной услуге. Фотографии номер, который вы видите в презентации, это номер Deluxe, номер Superior с балконом с видом на море. Deluxe, в принципе, точно такой же, только без балкона и с видом на город. Про кровать, про мебель я уже рассказывал. Здесь стоит отметить, что в каждом номере, начиная от базовых категорий, есть как банная, так и душевая. то есть это тоже очень немаловажно, если вы приезжаете с детьми, чтобы искупать их в ванной, ну, либо самому вечером просто принять горячую ванну с морской солью, расслабиться, но хотя, знаете, когда вы живете на берегу моря, какая ванна с морской солью. Но, тем не менее, есть две опции, что удобно для гостей. Дальше, расположение отеля очень удобно для тех, кто любит выпить во время своего отпуска. Наверное, себе спрашиваете, почему? Потому что в Объединенных Арабских Эмиратах из семи Эмиратов только в Шарджи не разрешается алкоголь, нигде даже в этих отелях. Есть соседний Эмират Аджман. Отель как раз таки расположен прямо на границе с Шарджи и Аджманом. То есть сто метров стоит вам пройти от отеля и вы уже находитесь в том Эмирате, где все можно. И выпить, и колян покурить, и потанцевать, и дискотеку устроить. Ну, в целом отдохнуть, как говорится, по полной программе. И это и заманивает многих гостей, которые прибывают хотят уединиться в тихом отеле, но плюс еще тоже повеселиться недалеко от этого отеля и не тратиться на транспортные средства, на такси, на разные аренды автомобиля, а пешочком пройтись и отдохнуть. Вот. В отеле отель, как я говорил, замок с двумя крыльями, можно сказать. Крыло Аджман и крыло Шарша делится на два Эмирата. И большинство гостей спрашивают, а что, в крыло Аджман можно все, да? Вы же сказали, что в Эмирате Аджмана все. Нет, ни в коем случае. В крыло Аджмана ничего нельзя также по-прежнему, так как мы находимся на границе пограничных территорий расположения отель все еще находится в Эмирате Шарша. Поэтому ни на том, ни на другом крыльце ничего нельзя. Вот. И просто мы их делим для того, чтобы самим определиться и не путаться. Крыло Аджмана и само по центру само большое здание. Фотографии номеров и описания вы можете даже посмотреть. Давайте расскажем подробно о ресторанах данного отеля. В данном отеле есть четыре ресторана. Первый это Густи. Самый основной ресторан для гостей, которые приезжают с форматом питания Half-Board, Full-Board и Soft-All-Inclusive, где они с утра утром завтракают в формате шведского стола, обед тоже обедают в формате шведского стола и ужин в формате шведского стола. Конечно, подача еды и разнообразие меняется каждый раз начиная от завтрака заканчивая ужином и следующим днем. То есть если ваши гости зададут вопрос а не надоест ли нам в течение десяти дней быть в одном и том ресторане поверьте не надоест потому что будучи сотрудником данного отеля я нет-нет захожу в ресторан и разнообразие еды достаточно огромное и каждый раз даже на протяжении месяца я еще не все попробовал поэтому можете представить дальше идет ресторан то есть гуси это all day dining ресторан ресторан мараси если вы заметили на видеоролике либо потом можете посмотреть этот ресторан который сервирует морепродукты свежевыловленные рыбы мидии кальмары лобстеры что еще осьминоги рыбы нескольких вариантов нескольких видов большой ассортимент достаточно такой и креветки поверьте знаете я здесь вообще я сам с Алматы из Казахстана в нашей стране очень сложно с морепродуктами так как знаете нет поблизости страны где есть огромное море либо выход на океан поэтому нам приводят все в замороженном виде и когда я сюда приехал и увидел креветки огромные то это было нечто просто и для гостей которые тоже также живут в разных странах где нет большой разнообразии данных продуктов ресторан мараси сам раз чтобы они насладились разными видами рыб кальмаров осьминогов ну и целый морепродуктов ресторан арджуан ресторан мараси кстати функционирует только на вечерное время на ужин ресторан арджуан эмиратская кухня написана презентации да ресторан местной кухни там и идет в целом не эмираты а вот ближний восток африка все объединено там и ливанск что-то из ливана есть что-то из марокко что-то из админиевых арбузских эмиратов что-то из кении что-то юар то есть очень большое разнообразие блюд стран ближнего востока ну и в целом сама декорация самооформление ресторана очень восточном стиле и также есть ресторан аль-хоптан четвертый ресторан аль-хоптан он расположен прямо на берегу пляжа тоже на крыльце аджман и удобно для гостей тем что во время обеда они могут не заходить в номер отдохнуть на пляже и просто зайти перекусить и обратно продолжить свой рот на пляже либо около бассейна наслаждаясь моментом также аль-хоптан бич грив вы можете презентацию посмотреть и еще одна прелесть нашего отеля Шеретен Шарджа бич ресорт это Аль-Махатта лаунж так как так как в начале презентации потом несколько раз повторял что Шарджа это эмират сухим законом здесь в других отелях нигде нет места для курения как раз таки в Шеретен Шарджа бич ресорт и спа есть лаунж бар Аль-Махатта где гости могут насладиться сигарой либо покурить сигарету чашечку кофе либо крепкий такой чай с молоком после обеда ну в целом либо просто прийти покурить и подумать Аль-Махатта лаунж для таких гостей как раз таки расположены в нашем отеле внутри отеля гостям не нужно выходить это касается для тех гостей которые пребывают в очень жаркий период начиная с месяца май по конец сентября когда на улице невозможная жара под кондиционером спокойно можно посидеть покурить подумать поразмышлять и Шеретен клап лаунж я уверен что вы все путешествуете по всему миру и бывали в разных отелях и отели категории 5 звезд и отели которые позиционируют себя как мировой бренд обязательно предоставляют услуги клубного лаунжа это своего рода помещение можно ресторан сказать где у гостей которые проживают в клубных номерах есть отдельная привилегия питания то есть они не со всеми завтракают они завтракают отдельно у них приватный завтрак приватный обед приватный ужин те кто не любят толку народа те кто хотят уединиться только семьей они могут как раз таки за дополнительную плату купить доступ в клубный лаунж и провести там свое время и насладиться наедине с прекрасным видом на море с девятого этажа кстати забыл отметить то что в ресторане мараси и аль-коптан и арджуан и гуси есть терраса в принципе во всех ресторанах есть терраса даже аль-махатта есть небольшая терраса и вот видео потом можете посмотреть там был такой момент когда романтический ужин организовали для молодоженов для медового месяца мы тоже иногда организовываем такие тематические вечера и тематические куши поэтому это такое прекрасное место когда погода позволяет посидеть на свежем воздухе покушать и насладиться вечером целым моментом еще одна привлекательная вещь в отеле Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa это детский клуб здесь постоянно находятся сотрудники конторы которые играют вместе с детьми но они не они поэтому дети до 6 лет находятся в этом клубе под сопровождением слова дети дети от 6 лет до 14 могут играть сами здесь разного рода раскраски кубики конструкторы лего playstation для детей ну и развлечений плюс сотрудники отеля которые находятся там с детьми еще сами играют кто-то в куклу играет кто-то в машинки догонялки полу на полу специальное полотно которое при падении ребенка не травмирует и можете не переживать состояние своих детей ну либо гостей заявить о том что они полностью в безопасности также помимо ресторанов в отеле еще очень огромный вариант конференц-залов и банкетных залов два банкетных зала будет 700 человек и 9 конференц-залов маленьких я сижу кстати в одном из них затаился от всех побыть с вами наедине и провести нам и наши с вами вебинар кстати стоит отметить что я первый раз в жизни увидел то что свадьба проходит для мужчин отдельно и для женщин отдельно гости все приходят на свадьбу но женщины сидят в отдельном зале мужчины сидят в отдельном зале у каждого как говорится своя туса это очень интересный такой опыт был на презентации на 11 странице можете посмотреть фотографии самой территории она очень огромная и собственный пляж и вот то что я вам рассказывал то что отель выглядит как замок вечером вообще когда зажигают все огни очень-очень красивый вид и вот на 11 слайде самая первая фотография в правом верхнем углу где идет объект снимки полного здания есть такая вот небольшая тропинка в углу вы можете посмотреть по этой тропинке если проходить есть небольшая площадка где можно будет организовать романтический ужин для парочки сделать полностью дорожку свечами наполнить как направление данной площадке саму площадку накрыть красивым столом с белой стульями ну в целом организовать там ужин предложение руки-сердца представьте прям посередине моря волны бьются скалы и такая вот невероятная атмосфера и плюс вам делать и как раз таки отель еще вот пляж отеля когда он расположен на стороне когда вы можете каждый день наблюдать красоту заката солнца вот и на территории отеля также три бассейна один небольшой для детей от нуля до шести лет второй бассейн от шести до четырнадцати лет и третий бассейн от четырнадцати и выше для детей ну и для взрослых которые умеют плавать площадь достаточно огромная и учитывая количество гостей которые максимально размещаются в отеле си триста сорок девять номеров дальше триста номеров заняты по два человека это шестьсот гостей очень хорошо располагаются на территории пляжей на территории бассейна их всем хватает мест не нужно будет вашим гостям заранее утром ранее вставать бронировать и заботиться об этом опять-таки достопримечательности шарджи здесь изнутри показан золотой рынок парк аль-монтаза то что я говорил набережная в самом последнем слайде на одиннадцатой странице вы можете увидеть как горят ночью огни нашего прекрасного отеля и какой замечательный вид для отдыха ваших гостей